Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй. Сегодня у нас будет небольшое, такое коротенькое видео по моим новиночкам и изменениям в квартире. Вы уже, наверное, заметили во многих моих видео, что у меня появилось там новое зеркало, и Ваня кое-что появилось. Но сейчас я вам просто покажу изменения, да, какие-то, потому что там чуть-чуть, там чуть-чуть, и скажу, где брала, и что, и как бы поехали. Итак, первое, давайте зайдемте ко мне в спальню. У меня здесь новое зеркало. О, вот это не убрала. Ну, некрасиво же черное стоит. Итак, зеркало. Зеркало, о котором я давно мечтала, хотела себе его приобрести, и, наконец-таки, приобрела. Теперь вы можете видеть меня в полный рост иногда. С ним получаются очень красивые фотографии. Размер этого зеркала у меня ширина 80, высота метров 80. Вполне себе нормально. Вот, я консультировалась со своей подругой Люси, у нее такое зеркало. Ну, типа там, сколько лампочек, какая у нее высота, ширина, потому что у Люси это зеркало мне очень нравилось. Холодный свет. Здесь можно выбрать вообще любой цвет, да, ну, на заказ делала. Поэтому я выбрала просто белый дневной цвет, он очень красиво сочетается здесь. Во-первых, мне его еще не хватало, потому что я вот здесь... Не обращайте внимания, пожалуйста, на это пятно, но не могу я добраться до краски, потому что если я краску возьму сейчас, мало того, что наляпается, потом все это дело убирать, мне надо вот здесь замазать, вот там зашпаклевать. Кучу всего, короче, надо делать, поэтому я оттягиваю этот момент. Мне все время что-то важнее приходит ко мне. Давайте включу свет, покажу вам, как смотрится. Здесь вот сбоку вот так вот раз. Включаем, и все. Я надеюсь, что здесь сейчас не рябит. Здесь нужно выставить определенные параметры света, чтобы не рябило. В общем, выглядит все очень красиво. Посмотрите на меня, да, очень красиво, свет. Очки я делала, потому что образ мне нравится в очках. Ну что, иногда мне надо по-разному, по-другому видеть. У меня здесь 18 лампочек еще, да, их легко менять, они не нагреваются. Мне кажется, у меня Милка сразу их хочет, знаете, погрызть, потрогать. Они не нагреваются, и они энергосберегательные. Кто? Кто это такой? Кто это такой? Кто это за кошка? Кто это за кошка? Да, я целую. Смотрите, немного кошки. Целуют-то я девочки все. Да что за кошка такая, так и хочется ее поцеловать. В общем, сюда, когда я лезу всегда в мой гардеробчик, за вещами переодеваюсь. Мне прям сразу хочется посмотреть в зеркало. А я бежала до этого в прихожую и смотрела там. Это крайне неудобно. Это один момент. Второй момент, что здесь шикарный свет, и у меня сейчас мои видео заиграли более ярким светом. Это очень круто. Так, в прихожей у меня ничего не поменялось. Единственное, что, смотрите, вот крышка тут стоит у меня, да. Печаль печальная. Короче, я выбрасывала, вот туалет, да, у меня. Я выбрасывала кошкин туалет, короче, убирала. И в мусор выбросила макующиеся элементы, которые там были. Но немножко у меня начало сыпаться, и, видимо, высыпалось в замочек. Сейчас он у меня не закрывается так легко, как закрывался. Он закрывается плотно и не открывается потом. Я думаю, что пойду понесу это в Икею. Может, они как-то мне поремонтируют это. Или, возможно, мне придется новый взять. Короче, крышка не работает. Вот. Я поняла, что мусор нельзя скидывать. Здесь просто мелкий-мелкий у меня, видите, вот такой вот наполнитель. Вот эти деревеньки. Видимо, что-то, видимо, что-то застряло вот в этом замочке. И он не функционирует так, как должен. Поэтому у меня туалет сейчас вот так вот открытый. А так, в принципе, вот, все меня устраивает, все замечательно. Вот эту штуку тоже поменяю. Она сломалась, дынька ее сломала. Но я давно ее хотела поменять на цвет какой-то приближенный. Либо беленький, либо бежевый. Вот буду такой искать совочек и подметалочку. Хотя, может быть, оно мне... Нет, надо, надо, всегда надо. Вот, короче, в туалете так. Вот этой раковиной, кстати, очень довольна. Отлично. И все говорят, что здесь не хватает зеркала. И Таня была тоже, говорит, прям, ну, зеркала не хватает. Я говорю, зачем тут зеркало в туалете? Она такая, ну, как посмотреться? Так что я в ближайшее время тоже поищу здесь зеркало, обязательно сделаю. А у меня, кстати, еще цветочек, смотрите. Это Таня с мамой мне подарили такой цветочек. Смотрите, какие у него уже корни. Я буду его пересаживать. Мне нравится этот цветок. И когда он подрастет немножечко, да, я его полечу еще. И он будет красоваться у нас на фоне. Вот. Вот эта штука у меня отлетела. Не держится. Надо будет ее приклеивать посерьезнее вот туда. Так, идем дальше. Дальше мы идем с вами в ванну. И да, и да, и да. Давайте начнем с того, что мне перевесили вот это все зеркало. Как вы помните, зеркало висело очень низко. И нас тогда мастер не спросил абсолютно. Напоминаю, что зеркало это я брала в Икее. Оно мне очень-очень нравится. Оно с подсветкой. Та-дам! Кстати, недавно Таня сняла видео. И она включила этот свет и так поставила интересную камеру. Думаю, блин, почему я так не делала? Как красиво это смотрится. Так что я идею эту возьму. Как она у меня тут в ванне ковырялась. Вот. И да, 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 да. Я буду тоже включать эту подсветку. Будет красиво. Да. Ну так, немного покажу это зеркало. Да, кто не знал. Я тут еще поубирала. Вот это, кстати, массаж. Я вам так и не сняла массаж лица с силиконовой такой штучкой. Надо будет как-нибудь снять. В общем, перебрала еще раз косметику. Все равно ее много у меня. Здесь у меня уход. Все такое. Сейчас вот этим пользуюсь на ежедневной основе. Подсушивают прям прищечки. Все такое. Мне нравится, как личико мое. После этого ухода. Короче, повесили повыше, потому что было слишком низко. И прям здесь, знаете, впритык вот было. Розетки не было видно. То есть, прям, знаете, вот так вот. И розетки не было видно. Мы постоянно вот так вот наклонялись, чтобы видеть эту розеточку и включить. Это все бесило. Нельзя было поставить вот такие высокие баллончики. Вот. А сейчас попросили перевесить. Нам все перевесили. И теперь вот места больше, все как-то по-человечески. И все вообще замечательно. Вот. Здесь, Ваня, ничего не изменилось. Осталось вот здесь у меня сделать полочки. Я вот думаю сделать раз, два и наверху три. Три стеклянные. Они, может быть, ну, такие прочное стекло какое-то будет или еще что-нибудь. Короче, все никак не доберусь. Но зато приобрели мы вот такой шкаф. Вообще, я планировала два шкафа купить. Они по 7800 стоят в Леруа Мерлен. Я смотрела много разных шкафчиков, но мне понравился именно этот. И я планировала вообще два поставить. Да? То есть, вот этот чуть-чуть еще сюда подвинуть. И здесь рядом как раз бы второй. Ну, здесь прям, знаешь, шивонер целый бы получился. А я подумала, что какого хрена я берегу все эти вещи какие-то там, да? Надо от них избавиться. Все необходимо только оставить. И пусть у меня будет один шкафчик стоять здесь, а не два. Пусть будет больше пространства. Поэтому я взяла один шкаф, перебрала все вещи. И здесь у меня в шкафчике, теперь смотрите, вот здесь у меня маски. Вот там тоже у меня маски наверху. Здесь у меня всякие лаки для волос. Как бы, ну, такое, видите, высокие стоят. Лаки там, что-то для волос. Здесь тоже у меня маски. Резиночки, заколочки, какие-то спонжики. Там что-то чистить лицо. О, здесь у меня, смотрите, что это такое? Плохо закрепили или что? Не поняла я, как оно должно. Плохо закрепили. Обалдеть, блин. Вот мастера, ламастера. Я не понимаю, как это произошло. Вообще-то надо было повиснуть на ней? Или просто недозакрепили? О, блин. Видите? Не одно, а то другое. Здесь у меня все чистящее такое лежит. Здесь тоже все чистящее. Морская соль лежит. Здесь у меня все мои краски лежат. Всякие осветлители, оксиды и, в общем, всякие эксперименты. Вот, здесь поубиралась. И, в принципе, шкафчик мне нравится. Эти с доводчиками, все без ручек, как вы видите, да, все в моем стиле. Здесь тоже все поубирала. Сюда перенесла мусорное ведро с туалета. Оно подходит по цвету, как бы нормально все. Но можно по идее еще взять. Я думаю, может даже взять такое, как там, ведро. Ведро. Но здесь это более гармонично смотрится. Вот эта корзина из Фикс Прайса, я ее планирую вообще менять. Я просто пока еще не нашла корзину, которую я хочу. Я хочу высокую, вот такую где-то корзину, чтобы больше белья собирать, да. Ну, что-то красивое. Пусть она будет поуже, да, и повыше. И с крышкой такой. Ну, а эта детская подставка, она как бы здесь нужна. Коврик у меня здесь из Фикс Прайса. А, еще под ванной, девочки. Под ванной, наконец-таки, тоже мне установили. Тоже брала в Леруа. Мне понравилось качество этого экрана. Оно классное, мягкое, белое. Кстати, я даже пленку, по-моему, еще не сняла. Здесь пленка еще есть. Но я не снимаю, потому что нет как-то необходимости. Хотя, а вот уже пленка, видите, отходит. И, конечно, тогда есть необходимость ее снять, раз такие уже штуки появились. Короче, смысл в том, что здесь все открывается. Вот так у меня, видите? И хранится что-то. Кондиционеры такое в доступности, быстрое, да, что здесь. Вот так я положила. А с этой стороны там порошки и так далее. Вообще, ну, достаточно много места. Вот все, что со стиркой связано, я сюда убрала. И очень комфортно мне. А здесь, получается, видите, ножки, да? Но даже если вода зальется, да, и Денька купается, я открыла раз и протерла здесь, да? Как бы не страшно. Но вообще можно взять клейкую ленту прозрачную у меня есть. И также пройтись вот там вот, чтобы сделать такой... Закрыть, короче, чтобы ничего нигде не попадало воды. Пока мне монтировали, мне откололи немного плитки здесь, да? Говорят, вот она у вас тут крошится, поэтому мы там другим способом будем прикреплять. Ну, уже ничего не сделаешь. Вот так вот сделали. Кстати, вот этот шкаф, он вообще-то должен был быть подвесным. Но оказывается, сказали, подвесной шкаф, девочки. Но они сказали, что он висит там на каких-то двух болтиках, и как бы это вообще ненадежно. Нужно ему прикрепить ножки обязательно. Я думаю, да я хотела же мыть как раз-таки все там, понимаете? Он должен был висеть. Меня это очень сильно расстроило, потому что это не полноценный подвесной шкаф, чтобы повесить его вот там вот на штуке эти, да? И чтобы он висел. Нет, пришлось делать ножки. Ну, в принципе, я там все промываю внутри, пропылесосиваю. Как-то так вот я его установила, что нормально. Даже вот этот зазорчик, все-все-все делаю. Зазорчик этот оставила специально для мамы. Мама попросила, говорит, очень удобно, чтобы здесь висело полотенце рядышком, когда выходишь из душа, да, чтобы полотенчик или халатик что-то взять. Поэтому здесь я оставила место вот такое для полотенчика. Пока одно повесила, это тоже я в Леруа брала. Очень мне нравятся красивые крючки. Он крючок для маленького полотенчика, для Деньки внизу. Ну, возможно, сюда второй еще повешу. Надо купить только. Вот. Ну, и здесь ничего не стоит. Здесь у меня вот так вот. Надо, кстати, поменять еще вот эту вот штуку, потому что она, видите, как-то темнеет к низу. Периодически ее надо менять. И вот я смотрю, что она уже какого-то некрасивого цвета. Стирать не хочу, просто хочу менять. Хочу все менять, потому что я люблю все новое. Вот. Короче, так в целом все полностью довольно. Вот этот момент решен, этот момент решен. Это классно. Ну, то есть здесь осталось только корзину поменять и полки вот здесь делать. И кто залез сюда? Девочки, слышите, приобрела, вы помните? Приобрела я вот этот вот уголочек для того, чтобы сложить сюда весь свой хлам, понимаете? И все, руки не доходят. И вообще здесь не должно быть ничего. Это я делала специально для фона, чтобы какие-то светяшки поставить, там немножко, может быть, книг поставить, ну, чтобы оно красивое, да? А в итоге очень удобно это положить, это положить, это надо не забыть, то-то сложить. И в итоге вот такое вот получается. Но пока оно меня сильно не напрягает, потому что пока что это некуда даже убрать. Нужно придумать этому место, и как раз вот эту вот штуку тоже разобрать никак не получается. Вот. Но я думаю, что буду украшать квартиру, и надо все-таки, чтобы руки до этого дошли. Ну, и перестановку моего стола вы, наверное, видели, да? Я убрала один стол, повернула его по-другому, экран поставила на подоконник. Вот. И так как-то удобнее все это дело выглядит. Больше мне нравится. У меня, как всегда, легкий бардачок всегда на фоне. Вот. Так что, ну, это все изменения в моей квартире на сегодняшний день. Ничего нового, никаких изменений пока что больше нет. Вот эти самые главные. В ближайшее время из того, что... В ближайшее время из того, что я собираюсь менять, это я вам сказала, да, полочки, корзину. Вот. Ну и все. И вот украшение квартиры. Сняла специально вот эти все новинки, потому что вы спрашиваете, да, говорите. Где, что, как. Вот. Я сняла для того, чтобы уже не спрашивали, и я могла нормально украшать квартиру. Сегодня мы сделали такой легкий порядочек. Кстати, детскую я покажу уже полностью. Рум-тур будет готов. Я жду наклейки. Вот. А реально остались одни наклейки для детской. И все. И можно будет детскую показывать отдельным видео. Поэтому сейчас я не показываю, там отдельно все. Там много, много и перестановка, и новые приобретения. Так что в детской много всего. Так, ну что, прибрала немножко здесь. Тоже разобрала вот эту тумбу и поставила вот так цветы. Примерно так я представляла, чтобы там были. Только главное, чтобы цветы уже подросли, были красивые. Красивые вот там вот, да. Сейчас пока что я не знаю, куда поставить вот эти горшочки. Вот. Они пока что стоят здесь. Потому что на балконе, я думаю, они замерзнут. А сюда вот буду думать, что сажать сюда, и куда мне сажать вот с туалета цветочек. Вот. Но пока так, мне кажется, хорошо. Вообще у меня идея, девчонки. Я решила не побрезговать обоями, но сделать их частями. Я вообще хочу вот в эту нишу, прям, да, вот в эту нишу, под телевизор. Сделать сюда я вижу какой-то, знаете, ну, я вам повставляю сюда даже фотографии, примерно, наверное, что я хочу. Обои в такой, как бы, ну, какая-то полоска или ёлочка, что-то такое, с такими цветами, моими цветами, да. А на эту стену сделать однотонную какую-то, да. Какой-то однотонный цвет, который перекликается там. То есть разные вот такие, разноплановые обои. То же самое я хочу сделать вообще и в своей спальне. На одной стене однотонную, а на другой какой-то вот, какой-то небольшой узор, чтобы был. Я сейчас ищу и буду нанимать рабочих. То есть я хочу померить, сколько здесь мне надо, да, сюда, сюда. Мне надо выбрать те самые обои, потому что это неотъемлемая часть интерьера. Поэтому вот, вот так вот ещё. Ну, так намного лучше, да. У меня антенна ещё висит, девочки. Это просто я, когда куплю второй телевизор в спальню большой, да, я уже буду, или этот в спальню отнесу, сюда большой сделаем. Вообще мы планируем, что здесь будет, я ничего сюда лепить не буду, никаких тумбочек, ничего не будет, потому что мы решили, что здесь будет, наверное, огромный кинотеатр. Такой, знаете, большой, огромный кинотеатр. Звук будет хороший. Вот, поэтому ничего сюда лепить не буду, только сделаю стену красивой какой-то, да. Ну, возможно, может быть здесь, если понадобится. Видите, у меня розетки здесь. Если понадобится, то здесь какую-то полочку сделать для хранения там чего-то. Но она будет небольшая, дизайнерская, возможно, даже подвесная, красивая такая. Вот, но это в будущем, не сейчас. Начинаю смотреть танцы. И, кстати, девочки, по поводу часов сразу скажу, что эти часы сейчас выполняют здесь не дизайнерский момент, а прям функциональный, они мне прям необходимы здесь. Когда я уже поклею обои, я буду, ну, переделывать всё. А сейчас они мне здесь необходимы, да, они здесь не смотрятся, я знаю. Немного прибралась ещё на этой полке, да, чуть-чуть, но мне просто сейчас пригодятся эти коробки, я буду снимать украшения скоро, да, и там как раз-таки очень много всего для украшения. Что-то я отдам, что-то я буду использовать. Вот, ну и так вот, пока отложила здесь то, что может пригодиться сейчас мне, и то, что ещё пока некуда деть. Ну, в общем, вот так немножечко прибрала. Вот, Денька купается пока, а я тут занимаюсь делами насущными. Всё, мои хорошие, надеюсь, моё видео вам понравилось, было полезным, вопросы все исчерпались. Вот, и всё. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Будут идеи, куда что поставить. Я всегда рада слушать, и благодаря вам вот тоже преображается моя квартира, потому что бывает до чего-то я там даже не подумала, не додумалась, а вы подали идею. Так что большое спасибо. Люблю вас целую, прощаюсь до следующего видео. С вас лайк, подписка, не пропустите новые видео. Скоро наряжать будем ёлку, украшать квартиру. Всем пока, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok